Всем здравия желаю! С вами снова я, Иванов Сергей, Великий Новгород. Сегодня я хочу поговорить на тему вакцинации от коронавируса. Делать или не делать прививку. Начну, как говорится, всегда издалека. В 2021 году, в январе, жена заразилась коронавирусом. И все ужасы этой болезни я видел своими глазами. И поэтому делать прививку или не делать, у меня вопрос уже не стоял. Как только появилась первая прививка, это вот спутник вида, который делается в два этапа, я сразу записался в первые ряды делать эту прививку. Так, где-то в феврале, уже в феврале, да, 2001 года, я сделал первую прививку. Это было, по-моему, первого, нет, второго, второго февраля 2021 года. Так как она делается в два этапа, то первую я делал, значит, до второго, допустим, февраля, и через 21 день, вернее, четвертого, тогда получается, что я 25-го, вторую делал. Значит, это 4-го февраля, 25-го я делал уже вторую прививку. И эти две прививки я сделал. Ну, теперь более подробно, как это все происходило из процесса вакцинации, и как это происходило у меня лично, да. И немножко размышляем, поразмышляем, делать или не делать прививку, да. Просто я хочу сказать, что я делаю прививки уже, считай, всю свою сознательную жизнь, да, и несознательную тоже, потому как в детстве еще, помню, в деревне на Смитун, то всегда приходили делать прививки от оспы, от чего только не делали, от энцефалитного клеща, от всякой заразы, да. И поэтому эти прививки я делаю постоянно от гриппа, от энцефалитного клеща, повторюсь, да, потому как в деревне клещи, их очень много. Делать или не делать прививку, да. Любую прививку делать или не делать, да. Ну, надо, в первую очередь, думать самим, делать или не делать, потому как вы лучше знаете свой организм. Понятное дело, если у вас недомогание, температура, то лучше в таком состоянии прививку не делать. Это ясно будет, что уже будет осложнение, потому как прививка, да, это та же самая, то же самое вирус, только в небольшом количестве. Если вы сделаете, то, соответственно, у вас возникнут температуры и какие-то проблемы, тем более, если у вас какие-то есть хронические заболевания. Поэтому прежде чем идти делать, нужно свой, как говорится, организм почувствовать. Ну и сами почувствуете, да, когда вы недомогаете, и у вас слабость, температура. Лучше, конечно, в таком состоянии не делать. Это вот мое личное, как говорится, наблюдение и рассуждение. И еще хочу сказать, что многие, конечно, говорят всякие разные страшилки про эту самую вакцинацию, да, что после там сразу люди гибнут пачками и т.д. и т.п. и тому подобное. Хочу вам сказать, ребята, думайте своей головой. Не надо уподобляться бабкам, которые сказали, что там на заборе написано, а это все неправда. Так что, как я вам скажу, как говорят, уши – это у нас что? Это у нас ложь. Глаза – это правда. Рассуждать философски, да. Лучше, как говорится, сто раз увидеть то, что на самом деле, чем сто раз услышать всякую чушь. Поэтому, скажу вам так, тоже, да, но факт и говорится – упрямая ложь, упрямая вещь, да, что, допустим, да, вот на работе сделали одновременно 50 человек прививку. Из них 5, у пятерых только появилась температура. И то в течение 2-3 дней она прошла. Соответственно, откуда это вот такие вот страшилки рассказывают, что прям все такие, не делайте прививку, это опасно. Опасно тем, у кого, кто человек, уже какие-то хронические заболевания, какие-то, и то врач перед тем, как делать прививку, он осмотрит, послушает, проверит. Вы заполните бланки всякого рода, какие у вас болезни есть, ну, каких нету, ну, делайте, не делайте вам прививку. Поэтому страшилки слушать не надо. Надо слушать свой разум, размышления, факты и не уподобляться бабкам с базара. Так что вот это маленькое отступление. Итак, значит, как происходил процесс вакцинации у меня, да? Записались мы на прививку, да? Перед тем, именно вот ковид, то есть это, значит, спутник МВИ, гам-ковид-вак, который происходит в два этапа. Конечно, перед прививкой я специально не готовился. Ну, естественно, как я уже говорил, лучше, чтобы самочувствие, ну, было, как говорится, хорошее, температуры не было. И как предварительно говорили врачи, перед тем, как идти делать прививку, ну, никаких алкогольных напиток не принимать. Также необходимо учитывать особую чувствительность к вакцинации спирту. Не было аллергии какие-то на препараты, инфекционные, неинфекционные заболевания, хронические заболевания были, не были. Какие могут быть побочные эффекты. Все это вас врач спрашивает, вы заполните анкету, бланк вам дадут. Перед тем, как делать прививку, вы заполняете бланки. Там, в котором пишите свои данные, фамилию, отчество, дата рождения, ну, там, он определенный такой формы. Ну, все вы заполняете. Дату, подпись. После заполнения бланка, там, врач вас еще осмотрит, врач-терапевт, да, это так называемый, смирит температуру, давление, послушает, только этих процедур он начнет делать прививку. У нас было, допустим, медотводы. То есть, человек пришел делать прививку, а у него даже аллергия на спирт. То есть, ему только место прививки спиртом потерли, а у него уже явное покраснение. Ну, конечно, ему не стали делать прививку. Сказали, что нежелательно делать прививку, если уже от просто потирания, извините, уже такое яркое покраснение. После того, как все послушали, посмотрели, все заполнили, вам сделали прививку, 30 минут вы еще находитесь под наблюдением медицинского персонала. Ну, вот если все хорошо, как говорится, прививка сделана. Ровно, это первая прививка, ровно через 21 день, без учета дня вакцинации, делается вторая прививка. Ну, царапивка уже делается намного быстрее, потому как банки никакие заполнять не надо. Ну, вот единственный терапевт тоже также давление померил, температуру. Так же самое после 30 минут сидишь под наблюдением медицинского врача, да. Ну, и после того, как прививку сделали, да, что в первом случае, что во втором врач вам предупреждает, да, что вместо инъекции не мочить, в сауну, бану не ходить, алкоголь не принимать в течение трех дней и тяжелых физических упражнений не выполнять. Ну, так же они еще рассказывают, какие эти побочные явления могут возникнуть после вакцината. Это небольшая боль в голове, слабость, температура может подняться, аллергическая реакция, нос может заложить, в горле появится першение, выступит сыпь на теле, возможно появление головной боли в суставах, так же и мышцах. Если, допустим, появится какое-то покраснение, отечность, необходимо принять антигистерные средства. Если поднимается температура, принять противовоспалительные средства. у меня лично после вакцинации никаких осложнений не было. Даже скажу больше, что я как-то отвлекся вечером, позабыл, как говорится, и 50 грамм коньячку выпил, а потом еще сходил и вдов помылся. И все равно даже после этого у меня никаких побочных явлений не возникло. После того, как сделала вакцинацию, на госуслугах появился сертификат о том, что у меня сделана прививка. Это уже после, когда два раза сделала, и там появилась вот эта вот так называемый сертификат, в котором говорится, что когда именно сделал прививку, два дня там, допустим, как и в начале февраля, и в конце февраля, дата именно, точная дата. Дата первой прививки, второй вакцинации, номинование вакцинации препарата, какое дело электронное. Там указана серия вакцинации, вакцины, название, QR-код, сертификация, там тоже все указано. А если делаете в поликлинике, то вам должны увидеть справку о том, что вам сделают привив, в которой указывается дата вакцинации, название серии вакцины, подпись врача. Ну, также это все можно увидеть на госуслугах, она через определенное время там появилась, я заходил, и действительно там все едет. Так, его можно скачать с портала, он там написан даже на двух языках, на русском, на английском, что является подтверждением того, что вы действительно привиты от этой болезни. И благодаря этому, здесь вот, допустим, когда уже стоял вопрос выходить на работу или не выходить, да, была поставлена задача, что те, кто привиты, могут свободно выходить на работу, а кто еще не привит, те сидят на удаленке. То есть работают удаленно через компьютер. Потом дальше, после трех месяцев где-то, да, пришел паспорт при флотистке прививка с отметкой авокцинации от коронавируса. Ну, сертификате там тоже самое говорится в этом паспорте, там фамилия, имя, отчество, дата рождения, вот, домашний адрес, ну, всякие разные вакцины, которые вы делали. И, естественно, на шестой, седьмой страничке отмечены даты о прививках, какие делали. Вот. и в конце на девятой страничке сертификат напечатано в качестве памятки приложение о сертификате прелактических прививок, которые необходимы делать. Ну, вот, повторная вакцинация, вот сейчас стоит вопрос, записался я уже, да, на 21 октября буду делать уже ревакцинацию. Соответственно, вот таким вот образом происходила вакцинация. Как я уже говорил выше, что сделал я прививку, осложнение со здоровьем меня не возникло. Вот. Так что проверено на себе ничего страшного и опасного в этом нет. Естественно, как при любой прививке человек определяет самостоятельно делать, чем прививка или нет. Так что в летнее время часто бываю в деревне и поделываю прививку от энцефалитного клеща и пока никаких сладей со здоровьем после прививок не было, слава Богу. Понятно, как я уже говорил, что если уже какое-то идет у вас недомогание в организме, то лучше, конечно, в таком состоянии прививку не делать. Но лучше, как говорится, прививку от COVID-19 делать даже необходимо, чтобы чувствовать сейчас, видите, опять пошло осложнение, поэтому лучше это сделать, чаще, чем жалеть об этом после того, как не заразишься. И пошло по принципу лучше предупредить, чем лечить, и вам советую сделать то же самое, если вы еще не привиты. Ну вот и в списке вот тех, кто был первых, кто был на прививку, там были люди, которые напрямую столкнулись с этой болезнью, у кого родственники, знакомые, так или иначе переболели, а у кого даже, как говорится, были летальные исходы. И все они были вот именно в этой списке вакцинации. отсюда вывод, что кто не знает, что это такое, и глаза не видел, только слухом верит, и говорит, да, это все, это ерунда, все и нет, ребята, это не ерунда, это смертельно опасно. Лучше сделать прививку, чем потом жалеть о том, что не сделал, и болеть очень, кто не делал, болеть очень, как говорится, уже с осложнениями болеют, а кто сделал прививку, уже болеет, происходит в легкой форме, даже если он заболеет. Вот такая история. Поэтому я, как уже сделавший прививку один раз, вот сейчас уже записался на ревакцинацию, да, лучше сделать прививку. Как видите, я жив-здоров и вам того советую. Поэтому на этом я свой, как говорится, разговор, история по поводу вакцинации заканчиваю. Всем желаю здоровья, прививаться, не болеть, и от гриппа также сделайте. Все будет хорошо. Всем до свидания, всего хорошего. Редактор субтитров Продолжение следует...